Привет, друзья! Доброе утро, ребята! Ой, Серёжа, а что это у тебя? Это палочки от мороженого. Так много? Неужели ты съел столько порций за один раз? Нет, Каркуша, просто однажды я понял, что из таких палочек получится отличная поделка. Вот и начал их собирать. Ну, я даже не представляю, что из этих палочек для мороженого можно сделать. Ну, например, аппликацию «Домик». Я заранее уже подготовил палочки, покрасил их вот в такой красивый розовый цвет. Ой, какие красивые розовые! Испокон веков люди приспосабливаются к погодным условиям и выбирают для возведения своих домов совершенно разные материалы. Например, эскимосы строят иглу, жилища из ледяных блоков. Чокчи живут в ярангах, сооружая их из палок и оленьих шкур. А в пустыне Сахара дома имеют вид глубоких земляных ям. А что нам для работы ещё нужно? А ещё нам потребуется доска, цветной картон, клей-пистолет, канцелярский нож, клей-карандаш, цветочки и ватные облачка. Их я сделал заранее. Так, всё понятно. Давай скорее приступать. Давай. Берём и выкладываем на доску шесть палочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Серёжа, а почему на доску, а не на этот вот симпатичный картон? Мы приклеим наш домик на картон позже, но сначала выложим здесь. Посмотрим, как он будет выглядеть. Ребята, советую это сделать и вам. А то вдруг что-нибудь приклеим не так и придётся переделывать. Да-да-да, очень правильно, Серёжа. Лучше всё предусмотреть заранее. Итак, у нас уже есть стена домика. Кстати, зачем я взял обычные палочки? Берём розовые, крашеные, правильно? Конечно. Так, шесть палочек. Вот, стена домика готова. Что делаем дальше? Теперь нашу стену необходимо укрепить. Для этого прикладываем к ней палочку меньшего размера. Вот здесь. Да, хороший дом – это крепкий дом. Каркуша, а как ты думаешь, крыша нашему домику нужна? Серёжа, что за вопрос? Конечно, только у меня к тебе просьба. Сделай крышу скошенной, чтобы зимой не собиралось много снега. Хорошо, Каркуша. Тогда для этого две палочки укладываем вот так. Так-так-так, Серёжа, что-то не так. У тебя из-под крыши стена торчит. Не переживай, всё лишнее мы обрежем канцелярским ножом. Ребята, предупреждаю, нож очень острый и можно пораниться. Так что зовите старших на помощь. Верно, Каркуша. Карандашом я отмечаю участки, которые необходимо отрезать. Вот так. Берём палочки и отрезаем. Ой, Каркуша, одна улетела. Ой, Серёжа, ну ничего страшного. У тебя же ещё есть палочки. Да. И последняя. Теперь берём палочки, выкладываем на картон и приклеиваем. А, при помощи клея пистолета? Да. Ребята, ну вы же помните, что клей-пистолет очень горячий. Так что без взрослых никак не обойтись. Аккуратненько наносим клей на каждую палочку. Прикладываем. Так, одну за другой. Оп. Так, одна часть готова. Последняя палочка. Стена готова. Так, а теперь крышу. Я примерю, посмотрю, чтобы всё было аккуратно. Здорово. Всё получается, да? Получается отлично, Каркуша, у нас с тобой. А теперь приклеиваем основание домика. Готово. Вот такой домик у нас получился. Отличная работа. Ты прирождённый строитель. Ну, правда, очень забывчивый. Это почему же? На нашем домике не хватает украшения. А, так это не проблема, Каркуша. Сейчас сделаем. Нет, только я хочу необычное, а в форме сердечко. Берём две палочки от мороженого. Отрезаем от них по маленькому кусочку. Вот так вот, под углом. У нас получится сердечко. Его приклеиваем к домику. Ой, замечательно! Так, отмечу одну детальку, потом зеркально вторую. И отрезаю. Отрезали. Соединяем две заготовки и получаем вот такое сердечко. Приклеиваем его с помощью клей-пистолета. Аккуратненько нужно приклеивать, чтобы было ровно и красиво. Я стараюсь, Каркуша. Каркуша, ну что, нравится? Ну, не знаю. Чего-то всё равно не хватает. А, белоснежных облаков и ярких цветов. Точно, прикрепляем наши цветочки. И облачка. Вот они, уже летят. Цветочки приклеиваем с помощью клея-пистолета. Несколько будут расти у нас внизу. Хорошо. А один цветочек будет у нас вверху, вот здесь. А облачка приклеим с помощью клей-карандаша. Отлично! Ну что, готово? Всё приклеили. Наведём порядок в мастерской. И посмотрим, что у нас получилось. О, Серёжа! Какая у нас получилась красивая аппликация, которую можно повесить на стенку в комнате. Я старался. Молодец! Надеюсь, в следующий раз придумаешь ещё что-нибудь такое необычное. Обязательно! Ну а на этом у нас всё. Следите за выпусками мастерской. И мы подскажем вам ещё много интересных идей для поделок. И научных опытов. Пока-пока! Не переключайтесь! Кар-кар-кар! As 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 As